доброе утро всем привет посмотрите холодно и пусто но с 10 утра сейчас без 15 10 без 20 даже я бы сказала тогда уже начнется здесь конечно больше движения по крайней мере появятся люди я сегодня приехала довольно таки рано я уже без 15 9 здесь было потому что нужно обработать заказы нужно все успеть хотела если честно вместе с вами пойти вот в это заведение и там выпить кофе потому что у них тоже очень много ведьм внутри как декор но к сожалению они закрыты они на каникулах до февраля потому как в основном продают мороженое сейчас посмотрим кто еще есть кто еще не на каникулах потому что раньше когда не было короны все уже в 8 утра открывались а сейчас никого толком нету здесь уже стройка практически закончена только немножко во дворе они еще достраивают видно да красиво сделали как красиво выглядит так же тон в тон вот там еще немножечко идут строительные работы сюда переедет городской совет вот они сейчас отремонтируют так идем дальше почему здесь свет не горит ничего не пойму может какие-то правила изменились в гостаре я не в курсе ничего себе эти вообще с понедельника по четверг не работают работает только пятница суббота воскресенья то что что такое странно нужно будет у соседей спросить скорее всего изменились какие-то правила поэтому гастрономы закрыты посмотрите 1770 год странно так не так не привычно мне кажется это уже какой-то наверное первый звонок что опять будут какие-то ограничения скорее всего это так потому что гастрономы как правило они это узнают в первую очередь если вдруг что-то здесь тоже закрыта может нас какие-то каникулы а я не в курсе что там где стоит деревянная ведьма здесь тоже закрыт почему понедельник тоже написано понедельник теперь выходной интересно хорошо тогда идем обратно будем пить свой кофе получается теперь все кафе и рестораны закрыты по понедельникам значит очень мало людей значит им это невыгодно а некоторые вообще только пятница суббота воскресенье работают но это же надо все вместе закрыты Я так понимаю, что туристы теперь из-за этих всех правил относительно короны Туристы, скорее всего, что приезжать будут только на выходные Потому что если они очень сильно связаны с гастрономами То есть если гастрономы такое делают, то это, конечно, уже первый звоночек Ну да Так, ну это отель Отели всегда открыты Ну, если, конечно, не закроют их специально Так, здесь ёлочки уже убрали, буковку нашу любимую убрали Это Шухов Прямо Хирш аптека Хирш апотека, как это называется Здесь, вот кто-то в комментариях написал Читала про эту аптеку Жалко, что она закрылась Одна из самых-самых древнейших здесь аптек Да, шеф вышел на пенсию А дети не стали этот бизнес перенимать Ну и чтобы как бы там внутри всё такое старинное Мебель старинная Все эти ещё сосуды аптекарские Всё это внутри есть Поэтому город предложил им сделать из этой аптеки музей Ну, чтобы не просто так это закрывать Всё-таки Чтобы доступ у туристов и у других людей был Всё-таки частичка культуры Так, здесь у нас что, ведьмы ещё спят? Да, здесь ведьмочки спят Ну и здесь тоже все спят Но мы уже будем просыпаться Нам есть чем заняться Все остальные открываются в 10 До скорого Здравствуйте Всем доброе утро Всем привет Да, так вот интересно получилось Очень даже, я бы сказала, такой Как это говорят немцы? Такого своего рода сюрприз для меня Хотела с вами пойти в одно заведение Которое находится на рыночной площади Раньше там была мороженица И раньше итальянцы этим занимались Так вот Так, нам звонят Нам всё звонят Звонят и звонят Так, мои хорошие Что я хотела сказать? Хотела вам показать одно заведение Тоже старинный такой ресторан Изнутри, да здесь всё в принципе Госло ресторинное Я просто знаю, что раньше Итальянец был хозяин И они продавали мороженое Продавали блинчики Вафельки бельгийские И так далее И этот итальянец Он купил помещение напротив И сделал там совсем Малюпусенькую Малюпусенькую Такую вот мороженицу Они даже продают из окна То есть там нет столов Некак сесть Но это его То есть это не на аренде больше А это заведение Кто-то перенял И они там открыли Ну как бы опять-таки Кофе-мороженое Но и своего рода ресторанчик Но они оставили его декор И у них там есть тоже такие старые Большие ведьмы Мы даже таких ведьм заказать не можем Потому что это уже старая ведьма Но они тоже хорошенькие Вот это вот я хотела вам показать И к моему большому удивлению Я узнала, что некоторые Все еще до февраля закрыты На каникулы Потому что январь Это такой месяц Когда в Германии Практически ничего нигде не происходит А почему? Потому что как раз-то в январе Снимает страховка За весь год Деньги Ну то есть это как бы И вопрос денег И вопрос погоды И поэтому многие закрываются На каникулы И опять нормальная жизнь Начинается с февраля Но это никогда не относилось Мороженице, да Но это никогда не относилось К кафе и ресторанам То, что я сегодня Только что там увидела Я просто в шоке Как это? Это Бутаханы Уже очень много видео Я для вас делала Там различные Вот с самого начала Это мне кажется Бутаханы Это единственное заведение Где я несколько раз подряд Даже видео делала Для вас тоже, да Летом тоже Они вообще работают Пятница, суббота, воскресенье Это о чем говорит О том, что наверное Нет туристов И они это видят Что нет туристов У них нет наплыва И поэтому им невыгодно работать С понедельника по четверг Вообще закрыто И вот другая перешла Это Кафе Андос Где ведьмочка стоит Они решили по понедельникам Закрываться Но это очень непривычно Скажем так Нетипично для госларов Хотя в Германии По крайней мере На этой земле Где мы живем Понедельник Это стандартный выходной Для ресторанов И парикмахеров Вот как-то так Хорошие мои Я сейчас вам покажу Брелки, сумочки И так далее Все вот что такое Маленькое, супер маленькое Вы, пожалуйста, определяйтесь Кому что нужно Особое сейчас обращение К Украине Украина-земляки Есть возможность Если вы определитесь С вашими заказами До среды Это касается сейчас Только Украины Не других стран Есть возможность В Украину передать посылку И там это будет на месте Отправлено по вашим адресам По новой почте Но это не касается Каких-то больших заказов Это касается Только чего-то маленького Вот совсем маленького Например, кто-то в Украине Хочет сумочку Брелок Магнитик Максимум Максимум Вот такую ведьмочку По размеру Тогда я смогу Это сделать Поэтому Украины-земляки Держите ушки на макушке Сейчас то, что я показываю Из того, что я показываю Можете заказать И вам это будет отправлено По новой почте Экономите тогда деньги Тогда не 14, 20 Либо 35 евро За пересылку А если я не ошибаюсь Там вот такой пакет стоит На наши деньги 6 евро А тут вообще Малюпусенькая Поэтому Предупредила Рассказала Теперь Начинаем обзор Есть вот такие вот ведьмочки Маленькие Это те, которые Поместились бы У человека Который это с собой возьмет В ручную кладь Они бывают В совершенно разных цветах Это те ведьмы, которые 9,90 стоят Посмотрите, пожалуйста У них всегда волосы цвета пинг Дориан, в вашу посылку я ее положу Мы сейчас будем делать вскрытие Закрытые посылки Но она туда поместится То есть вот такого размера Ведьмочки В разных цветах Они есть Зеленые, черные, желтые Оранжевые Вот это, например, оранжевая Есть красненькие Так, зелененькие я сказала Либо маленькие снегурочки Вы их тоже, в принципе, знаете Вот таких ведьмочек могу Организовать вам Такого рода доставку Так Император дьявол Магнит на холодильник У меня, кстати, очень мало осталось Этих магнитов Давайте я их округлю по 5 евро Пусть уже идут Вот так вот в профиль Ему же в компанию Есть подружка Такая мультяшная Классная ведьмочка С зелеными глазами Это тоже магнитик Давайте я сейчас это все Поокругляю по 5 евро Чтобы мы потом не путались Что-то стоит 5,50 Что-то 5,90 Что-то 6,50 Все, делаем просто 5 евро Затем есть вот такая ведьма Брелок Специально задерживайте Делайте скриншоты Новички, кто к нам Недавно добавился на канал Пишите сообщение Сразу начинаете Фамилия, имя, адрес Затем шлете скриншоты И в вашу коробочку С вашим именем и адресом Я бросаю все то, что вы выбираете И потом как бы С вами оговариваю Какую пересылку вы хотите Видно, да? Понятное дело Если люди выбирают керамику То там пересылка Как правило Больше 5 килограмм Это тогда 10 килограмм Это значки Во все ведьминские места В нашем округе Потому что Гослар Не единственный город здесь Который относится К ведьминскому городу Не только в Госларе Существует культ ведьмы Но также и Бадхарсбург Венигороды Брокон, это понятно Это вообще-то Где они там собирались Браунлага Хексенплац Все понятно Это вот кто такое хочет, да? Вот магнитик Есть еще синенькая С зелеными глазками Если кто-то хочет Это в Россию В другие страны Пожалуйста, пишите Просто ваши картоны Останутся здесь А вот если кто-то Хочет в Украину То поторопитесь Пожалуйста, до среды Если это что-то маленькое Вот Даже сейчас посмотрим А как они смотрятся Такой веселой компанией Вот, наверное, так их повесить И нужно На холодильник Ножки у них такие классные Видно, да? Затем есть вот такие Металлические брелки Баба Яга Мне всеми очень любимые сумочки Это сумка в чехол Открывает этот чехол Там большая сумочка Мне девчонки уже писали Вот для красоты Просто повесили такую сумку А потом в итоге Начинают мне пользоваться Эти, например, сумочки Они довольно-таки маленькие Я бы сказала, да? Это можно сюда У меня, когда не помещается В мою сумочку Телефон, селфи-стик Такое вот что-то Беру с собой Но Вот то, что касается вот этих Они большие Они очень вместительные Они Я бы даже сказала Намного вместительнее Чем сам ожидаешь Так, я вот сейчас начала С этого Вам все это показала 4,50 Кстати, стоит такая сумочка Вы, пожалуйста, делайте скриншоты Пишите Я сейчас сразу после этого видео Перехожу к посылкам Алена, Крым Занимаюсь твоей посылкой Все остальные посылочки Тоже привожу в порядок Я созванивалась С поставщиками Турмалина Я сегодня день начала Со звонков Сначала позвонила им Говорю, так Уже отправили? Они говорят Да, уже отправили На неделе ждите Затем Лас Корабео Позвонила Ну, они такие, конечно, классные Я всегда говорю Что очень тяжело с ними Вступить в это взаимодействие Вот французы и итальянцы Но когда уже ты это сделал То затем как бы это уже налаженная система Звоню Бонжорно Так классно слышать слова Которые, казалось бы Сам бы не придумал сказать Но когда в трубку это слышишь Бонжорно То тогда понимаешь Так, звоночек придется отбить То тогда понимаешь Что слово-то знакомое Я говорю Заказ сделали Оплатили Сколько занимает Времени пересылка Ответ Мы вам отправим Инвойс Счет Я говорю Мне не нужен ваш счет Счет Вы мне Кто-то уже из ваших Я говорю Мне не нужен ваш счет Счет Кто-то уже из ваших коллег отправил Я его уже оплатила Я жду заказ Хорошо Мы посмотрим Мы напишем Думаю Ладно, понятно То есть кроме того Как это все оплачено И мы ждем Никаких других новостей Но хорошие новости от Матильды Тоже сегодня утром Позвонила их директору Пьерушке Реприер У нас пустые полки Мы делаем уже тут распродажи Уже Как это Как феи Феям уже как можем Просто Нам нужен товар Когда придет И он подтвердил Что 14 января А сегодня 17 января 14 января То, что я заказала Заказ Он уже был упакован И отправлен Примерно 8 дней Плюс 3-4 дня Когда это с Ганновера Сюда придет Идет в Ганновера Из Ганновера Потом обратно То есть Я так подозреваю Четвертая неделя января То есть мы получим Даже раньше февраля Мы получим это На следующей неделе Придет уже заказ Матильда Но правда Пьер написал Что от того Что мы заказали Примерно половина А остальные вещи В начале февраля Потому что это все еще В продукции Так как Я заказала Самую-самую новую коллекцию Самое новейшее Вот что есть Что из этого будет И так далее Будут ли там Внутри чашки Я это еще Уточню То есть Вот девчонки Спрашивали По поводу чашек Я знаю Что 14-го Была отправлена Какая-то партия Как правило Вообще-то Они присылают И-мейл Но они как-то Наверное Очень классно Отмечали в этом году Новый год Потому что Тоже очень долго Как по мне Раскачиваются Но 14-го Заказ был отправлен Хотя они говорят Это только половина От того Что ты хотела Но если я учту От того Что мы хотели Это вообще Это же территория Матильды Полностью все серые полки И до самого окна То в принципе Это Это много Много В одну палету Это все равно Не поместится Поэтому мне уже интересно Все равно Какого объема будет И что же Они в первую очередь Отправят Поэтому Вот в принципе Лед тронулся Я бы сказала Не очень люблю Январь Если честно Потому что Все очень долго Раскачиваются Мы как-то Желаниями Опережаем Возможности Так Всех целую Всех обнимаю Поэтому Турмалин Придет на неделе Лас Карабео Понятия не имею Если на неделе Никакого имейла Ничего не придет То значит Будем им опять звонить В пятницу Либо в понедельник Будем их терроризировать Ну а Матильда Уже понятно Что вот сейчас На этой неделе Идет к нам А на следующий Придет Всех целую Всех обнимаю До скорого Продолжение следует